Добрый вечер! А пытаньи были огучены и перед кировництвом Гомеля. Алексей Нсеров подчинялся, что хвалил жихару региона. Об самым наболелым, именно так, напевно, можно сказать об зворотах, которые поступают на прямые телефонные линии у выканавчика комитета. Некого хвалюет непрацующая лазня у вёсты, некого – великая количество машин на городских дворовых территориях. Только областный выканавчий комитет за 9 месяцев поступил уже около 1100 звонков. Практика свечить, а маль 80% пытанев, за какими же хары Гомельчины звертаются у органов выканавчей улады, можно вырешить без протягнения бюджетных сродков. Шмат такие проблемы, саправды, выкликаны элементарным нежаданием особных специалистов выканусь в своей обеляске. Гомельчанка Галина Шусева подскарделася у облаканкам на работу гомельской ветеринарной лечебницы. Коли захворела домашняя живёла, яна разом с мужем звернулась за терминовой допомогой у гэтую державную установу и сутокнулась за односинами, якея навод бюрократичными назвать нельга. Он меня знает, ну уколите ему антибиотик таким тоннам. Я говорю, ну если вы в 103 позвоните, и вам так ответят. Вы что ответите? Вы должны? Я же к вам как к специалисту приехала. Мы вас завезём, назад привезём, заплатим. Сейчас же всем деньги нужны. Не знаю. Чему державную установку непотребных грошей и кто займается выховавшей работой, сяжут сопротивленников гомельской ветеринарной лечебницы, теперь высветлась специальная комиссия, ответная до ручения от реминара от старшины облаканкам. Васюченко, значит, это ваша структура, ваша подвластна вам горосполкома. Значит, выехать, разобраться и показать мне, и дать человеку ответ, кто там. И разобраться самым строгим. Нет, пускай идут и ищут работу. Ни яких финансовых укладаний у державного бюджету не патрабоя и проблема, якая была огучена подчас промой телефонной линии у гомельским гарвоканкам. Жахары дома номер 2 по улице Бардина поскардились на предприниманников, храмы яких знаходятся на пешем поверсе, с праву тем, что гэта нежилые помешкания не эксплуатуются и, отповедно, не отапливаются. У квартирах, якие знаходятся над ими, житё у выннику переутворилась в постоянную борьбу за выживание у тымлику дятей. Одна семья многодетная, там мама у них инвалид. Вдараясь семья, там ребёнок инвалид, у него проблемы со здоровьем серьёзные. Это, конечно, отражается ещё хуже на их состоянии здоровья. Все эти условия. Значная частка грамадян подчас промых телефонных линий охучивая проблемы, які актуальны не только для конкретного человека. Гомельчанка с дома номер 17 по улице Косарова, наприклад, звернулась за пытанием створения додатковых парковочных мест для приватного автотранспорта. Машин на дворовой территории кажа стойки, что страшно дятей на улицу одних выпускать. Угар ваконками с наявностью такой проблемы погоджаются и обіцаюць, меры будуть приймацца. Стараемся мы эту проблему решать. Вот в этом году где-то около полутора тысяч парковочных мест мы по городу создали новых. Но и этого мало. Поэтому берём ваш адрес себе на заметку, посмотрим, что там можно сделать. Ну не сейчас, естественно, это уже весенний, летний период, когда наступит, тогда будем смотреть и будем думать, что там сделать. Олег Сенчаров, Еген Макеенко, телерадо, компания «Гомель». С первого года сертификация товара в лёгкой промысловости станет обовязковой. Одных предпринимателей захватила спинить деятельность, інших шукают супрационерство с айчинными оптовыми поставщиками. Одно из мероприемств по налаживанию такого партнёрства отбылось сегодня в «Гомеле» под обязанностью наступном материале. Ранее беларускі предпринимальники, які набывали товары тих же россиян, обыходилися без документа у якості. Зараз, надыходом обовязковой сертифікації, один з выходов для їх – гэта айчинные оптовики. Наладзит супрационництва у гэтым плане мкнеться оптово-розничное предприемство «Деяло Гомель». Сегодня оно поставляет товары не толькі беларускіх вытворців, але і российскіх, китайскіх і турецкіх. Чарговая состреча пройшла в формате оптового кермашу. Потенційным партнёрам пропоновали товары, які можуть їм поставлять, і выслухали їх же пожадання по ассортименті. Якщо буде повышений спрос, ми можемо обеспечити любой об'єм, який буде інтересним нашим покупателям. Це все можна. Тем більше, що сьогодні дуже інтересне предложення Банк Развитія предлагає, що при заключенні з ними договорів і договорів з поставщиками із зарубежі предоставляється, ну, в общем-то, альготуванний кредит 8,5% на закупку товаров. Не глядячи на вигідне аккредитування і готовність оптовіков улічувати усі пожадання, супраціонніство пакуль налажується повільно. Прідприємальники, які за стільки годів прозвачалися самі їздити за товаром, на контакт з беларускими поставщиками ідуть осторожно. І це зрозуміло, працювати з ним, і вони пакуль просто не умеють. Нужно общаться. Должно бути живе общення між поставщиками і между покупателем, тобі между індивидуальним предприємателем і оптовим продавцем. Без діалога, без контакта, без фактического предложення товара, без фактического изучення кон'юнктуры рынка, тобі ціновій фактор, услови поставки і так далі, никакой работы не буде. Все це буде лише бумажні отчеты, і це буде, ну, работа для работы. А нам нужна работа для того, щоб був результат і ми віделі конечний ітог. Для предприємальника у симбію з беларускими поставщиками один зі способів заховаць бізнес у нових умовах. Оптове предприємство бяре на себе усю лишню працю. Єздити за товаром приватникам самим не пройдецца. При гэтам оптовики заміжний товар поставляють уже з сертифікатами. У заправдності, яких дарыша сумнівацца, не приходецца. Ганна Кавалёва, Вольга Вальченко, Валерий Гапанько, Телі Радуй, компанія Гомель. У Гомельським державным цирку стартовала программа «Новий год. Цирк, цирк, цирк». У яскравым святочным шоу ви убачите величних верблюдів і сланов, артистичних малпів і морських львов, а так само дресірованных пеліканов, дікабразів, попугаю і інших екзотичних живоли птушек. До того ж захапляють дух выступління крабатов, поветрених гімнастів, жанглёров і інших професійних циркових артистів. Арена Гомельського цирка зараз перетворилася у пляцовку новогодніх цудов. Гостей святочного шоу на манеже сустракають Дед Мороз і Снягурка, що дивно не на оленях, а на саправдым великім африканським слане. Маленьким наведвальникам, а так само їх батькам, дорось зарад доброго настрою, клоуны і ростові і лялькі. Не вийшлося новогодніе шоу і безголовного символа будучага года – выступління шустрых, потешных і гулівых малпів. Цирковий блок «Африка» – це відовічні номери з відділа малпів, пеліканів, дікавразів, попугайів і пони. Усе яны выступають під керівництвом дресіровщика у третім поколінні Юлії Кравченка. Що тишиться малпів, їх тут 9. Молодший – 4-й год, старший – уже 26-й. Готи екзотичні живелы вельмі одрознюються по характеру, однак усі як одна потребують певного до себе підходу. Свой підход кожен. Є капризні, є спокійні совершенно. Наприклад, є холеріки, є сангвініки. Тобто, хтось любить прыгати – не встановиш. Хтось дуже такий медлітельний. Не покиняє біякових і аттракційон морські забави. Під час його на манежі цирка свій сприт і артистизм демонструють морські льви під керівністом заслуженого артиста Росії Миколая Тимчанки. Стойка на задніх лапах, гульняв м'яч, катання на шары і множество інших унікальних трюків ви побачите у виконанні одразу двох восьмігодових ластоногих артистів. На манежі цирка так само виртуозне виконання гімнастичних елементів на турніках і батуті, захопляльний дух номер поветраній гімнастки, аттракційон дресірованних верблюдів, слонів і породистих скакунов. Усе виступлени святочні програми «Новий год – цирк, цирк, цирк» сплетіни у одзіна яскрава і відовішне шоу, яке протягнеться у гімнівськім цирку до 10-го студеня. Вероніка Ворошіліна, Дмитрий Котов, Дмитрий Радянка, телерадиокампанія «Гомель». Модний бренд «ЛСВАЙКИКІ» тепер можна набыць і у «Гомелі». Открытие юбілейного 10-го магазину в Беларусі було грандиозным і довго чеканым для гімнівчан. Наша в області стала заключной на етапі презентации бренда у обласних городах. Більше подробязно об «Гонлівой Марці» у наступному сюжеті. «ЛСВАЙКИКІ» – це модний бренд одежды, который носить в 27 країнах мира. Першовно французська, а тепер турецка. Торговая марка предлагает всем одеваться стильно, удобно, а главное – бюджетно. Коллекция для новорождённых, детей и подростков, молодёжная секция и даже одежда для беременных. Пополнить гардероб всей семье и на любой вкус просто вместе с ВАЙКИКІ. Цель нашей компании – каждый заслужит одеваться хорошо. Поэтому наша миссия – это одевать всех согласно их бюджетам, возможностям и стилям. Не столкнулся с проблемой выбора и люди нестандартных размеров. Коллекции представлены параметрами от XS до 5XL. Кстати, новые товары появляться будут каждую неделю. Кроме того, также часто будут обновляться предложения со скидкой. Порадовала и цена, и выбор, и качество. Акционных товаров предостаточно, начиная от аксессуаров, заканчивая тёплыми зимними вещами. Цель компании – угодить каждому покупателю, не отталкиваясь от бюджета. Стоимость одежды – тому подтверждение. Девушки смогут найти джинсы за 220 тысяч, мужчинам же самые дорогие обойдутся в 590. Дополнить образ можно рубашкой – женщинам за 200, мужчинам за 250 тысяч. Очень много чего понравилось. В следующий раз придём с дочкой. Одеваемся и сами. Пришли посмотреть в гомеле. Мы очень долго носим эти вещи. Очень хорошее качество и доступные цены. Стильную одежду тут найдут как серьёзные бизнесмены, так и модная молодёжь. Выбор большой как в классической линейке, так и в кэжуале. Кстати, есть и тематические предложения. Особо актуальна сегодня вечерняя коллекция. На корпоратив, на работу, в ресторан, даже дома. В новогоднюю ночь хочется выглядеть особенно красиво. Купила платье на Новый год. Качество очень хорошее. Так как я сама швея, я разбираюсь в этом. Каждому покупателю уделяют необходимое внимание. Вам быстро найдут нужный размер, принесут в примерочную другое. Если вещь не подошла, предложат альтернативу, подберут в полный комплект. Самое время порадовать себя и близких. В Новый год с обновлённым гардеробом. Катерина Сапельникова, Игорь Морищенко, телерадиокомпания «Гомель». В Добруши отбился 19-й международный турнир по мини-футболе памяти первого министра спорта и туризма Беларуси, президента Национального олимпийского комитета Владимира Рыжанкова. За перемогу встречались команды с Беларуси, Украины, России и Молдовы. От областного до международного. За годы своего иснования турнир стал знаковой подеей в спортивном жизни не только Добрушского района, но и всей Гомельской области. Ведь из поборниц выдают память земляку. Владимир Рыжанков народился в Добруши. За 19 годов, в котором проводится турнир на пляцовку Добрушской детячо-юнацкой спортивной школы выходили команды со шматликих регионов Беларуси, а также из Украины, России, Латвии и Молдовы. Сырот гульцов, которые работали тут первые кроки в своей профессиональной карьере, есть зорки. Благодаря этому турниру был замечен и вырос на этом турнире вторым был в нашей команде Юрий Жунов, который потом стал капитаном нашей ценной команды по футболу. У истории турнира было разное. Утемлику и перед заняпаду. Зараз он снова набирает обороты. В этом году за перемогу спрашались шесть команд. Гости из Сбербанк, за Россией, Ника из Украины и Эколюкс из Молдовы. Беларусь представили Гомельский авангард, Колос Гомельского района и Добуржская Ипуть. На первом этапе команды поделили на две группы. Первыми на пляцовку вышли минулогодние переможцы турниру «Колос» и «Сбербанк». Напруженная гульня завершилась результативной ничьей 4-4. По ходу игры как складывалось, конечно считаем, что мы были ближе к победе, но команды были достойные не проиграть, по крайней мере. Поэтому считаю результат закономерный. Россияне впевненно провели и наступный матч. Стали переможцами в своей группе и трапили в финал. Там их ждал гомельский авангард. Основный час гульней завершился в ничью 3-3. У серой пенальти мощнейшими были гомельские футболисты. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». На этом выпуск завершенный. У студы працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ждаем вам плённого вечера. До новых встреч в эфире.